Красота. Как-то стояла бы здесь. Идёшь обратно второй раз? Идём. Ну идём. Ну идём. Ну что ты куда пошёл-то? Ну иди сюда. Идём. Ну ты же со мной идём. Вот так всегда. Вода ещё не подошла. А льдиная. Вода ещё не подошла. Вода ещё не подошла. Собирает. Ты что там нюхаешь? Ты собираешь такие деньги? Угу. Представляете, как было бы круто? Набережную продолжить дальше. Так идёшь, идёшь, идёшь до самой Красной Глинки. По набережной гуляешь, гуляешь. Вот так. Было бы здорово. Да? Ну Красная Глинка, это примерно от меня сейчас километра 15. так, чтобы вы понимали. Сироп поднялся. А вот и Женя. Здравствуйте, Евгений Анатольевич. Вы не дадите нам интервью. Не дашь? У меня его нет. Как нет? Как так? В каком году основана Самара? Вы нам не подскажете? 1586. В 1586? Она называлась Самара, да? Самара. А Куйбышев стал в каком году? Я не помню. Поверните, пожалуйста, к нам передом. После революции, наверное. В каком году? Я знаю, что с Куйбышевом опять Самара стала в 91-м или 90-м. Нет, а в Куйбышев она была. Нет, в 90-м году Самара. А почему Куйбышев назвали? Ну это не знаю, счастливы ценят. Вы можете к нам не попу поворачиваться, а лицом? Идём, я не хочу. А что ты знаешь ещё о Самаре? А ты где родился? Ульяновский. Ульяновский. А почему Ульяновск называют так? А, потому что вот так вот, да? Хорошее интервью. В честь Ленина. Ленин как называли? Ульянов. Вот назвали в честь Ленина. Ульяновский. Но ты не знаешь. Вы нас прям просветили. Евгений Анатольевич. Евгений Анатольевич, а? Ты не знаешь, что это значит. Ну, все живут в разных городах. Не обязательно. Могут знать про Самару что-то. Ты же не знаешь остальные города, в каком году основаны? Наверняка. Не знаешь? А? Ну, отрадный например. В 56-ом. Какая-нибудь там Пермь. А это я не знаю. Ну, вот видишь. А ты говоришь. Не знают. Никто никогда этим не увлекался. Откуда могут знать-то? Какой красивый кадр может быть сейчас.